Привет народ! С вами снова Женя, Шалом Миряни, Женя из Израиля. И я сегодня решил принести нам в видео такой, известный вам одноразовый стаканчик с водой. Видите вот это количество воды в стаканчике? Это примерно то количество еды, которое вы будете есть в первые недели, это две примерно после операции. И это даже будет немножко многовато. Поэтому погнали. Я сейчас начал некую сессию коротких роликов на тему лайфхаки после операции, как правильно есть. Не то что как правильно есть, как я ел и как многим из знакомых есть по количеству. На данный момент я расскажу о количестве еды, что происходит. А с истечением времени я сниму ролики примерно, я буду показывать конкретно по количеству реальной еды, сколько я ел и как я ел. Значит, первое время после операции вы будете кушать еду. Что значит за еда? Детское питание, всякое там перемолотое, желе. Ну, желе это в первые пару дней, а потом будете пробовать всякую еду. Теперь прикол этого, что поначалу эта еда вся, она вся пресная. И есть некоторые люди, некоторых тянет на сладенькое, некоторых тянет на солененькое. Ну, допустим, один из подписчиков моих, который сделал операцию, мне говорит, женек, смотри, я сделал операцию, пошел в ресторан и, не знаю, очень хотелось соленой рыбы. То, что у него жена кушала там всякие пироги, торты, всякую еду. А он взял с собой детское питание. И он его съел, ну, примерно сколько там, примерно столько в детском питании, в маленькой баночке. Он где-то уже пару недель после операции. И он сказал, что жена там заказала какой-то пирог. Ну, решил откусить, прожевать, да. То, что как бы глаза же хотят, а живот не может. Вот он хочет, а то он откусил. Долго-долго-долго жевал. Он сказал, женек, думал, помру. Думал, буду вливать. Не, нормально, прошло. Значит, вот это вот количество еды, даже, может быть, это немножко многовато, это немножко тема личная. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот это примерно количество еды, что вы будете есть в первые пару недель после операции. Может быть, даже первый месяц. Вот еще раз, это немножко индивидуально. Личное дело, да, индивидуальное. Поэтому вот. Это количество еды. Я понимаю, что вы сейчас скажете, я сдохну, как я это ем? Ребята, вот я, живой пример. Нужна всем нам, что нам всем нужна, это мотивация и живой пример. Вот я. Живой, нормальный. Я тоже никогда не верил, что вот этого количества, блин, мне хватит. Народ, хватает. Даже обжираешься, как свинюка последняя, лежишь и дышишь, не можешь никак отдышаться. Поэтому запомните, у вас есть стакан, примерно полстакана, не больше. Даже полстакана немножко многовато. Вы увидите, что вы будете кушать, вы будете обжираться, как свинюка последняя. Это реально. Поэтому, дорогие мои, это такой небольшой лайфхак по количеству еды. Когда вы готовите себе еду в первое время после операции, значит готовите. Пример ориентируйтесь. Вот, возьмите стакан и сделайте половину стакана. Забегу вперед. Вот, сегодня я могу еды скушать примерно 2 стакана. Я еще раз забегу вперед. Семя 2018 год, а я сделал в 2011 году в операцию. Естественно, со временем я сделал слив, резекцию. Естественно, желудок со временем растягивается. Будут еще видео. Буду рассказывать, что и как. Всего хорошего. Пока.